Приветствую вас! Для начала давайте попытаемся немножечко лучше понять вас и понять, что с вами произошло. Значит, вы остались одна, там не посадили. Я искала поддержку и рядом была мама и подруга. Первый вопрос здесь к вам. Вы искали поддержку в чем? Особенно если учесть тот факт, что посадили парня. В чем вы искали поддержку? Я бы хотел вот чтобы вы этот момент как-то вот для себя немножко лучше разъяснили. Потому что пока такое ощущение, что вы вообще не понимаете, что вам нужно, для чего вам нужно, что вы хотите и так далее. То есть вот вопрос, который я вам хочу задать. Поддержка вам нужна для чего? Зачем? Почему? В чем? Даже вот так скажем. В чем вам нужна поддержка? Значит, почему вы не могли сами справиться с тем, что у вас произошло? Далее, вы пишите о том, что вы с мамой как нашли и с вами поднакомился парень. Тоже непонятно. Он что, взял и с вами со всеми начал знакомиться сразу прямо на улице или что? Как-то вот надеюсь, вы понимаете, что это не очень понятно, что именно произошло. Но он взял у вас номер телефона. Вот далее вы пишите о том, что вы своего парня любите и я, в общем-то, вам верю, что вы его любите. Но если вы любите парня, зачем тогда вы дали номер телефона этому парню? Зачем? Для чего? О чем вы думали в тот момент? И так далее. Далее вы пишите о том, что вы встречались все втроем и вроде бы как все было хорошо. А потом вы перебрали и остались, значит, с этим парнем в подъезде. И дальше вы ничего не помните. И соответственно, вы боитесь, что этот парень сами может что-то сделать. Вот здесь тот же момент. Если вы любите своего парня, который сейчас сидит, то как вы могли позволить себе это все? Все вот это, что произошло? Как вы могли себе это позволить? О чем, условно говоря, вы думали? Чего вы хотели в этот момент? Чего вы желали, опять же, в этот момент? И так далее. То есть это вот такой, на мой взгляд, довольно важный аспект. Потому что, ну, вот я надеюсь, вы сами понимаете, что если человек любит, ну, в данном случае, если вы любите, то нельзя говорить о том, что такая ситуация могла бы с вами, в принципе, быть. Если она была, значит, вы чего-то хотели, значит, у вас были какие-то потребности. И вы эти потребности удовлетворяли. Я не говорю, что вы хотели изменить своему парню, нет. Вы, может быть, и не хотели ему изменять. Но тот факт, что вам чего-то хотелось вообще, предлагаю совершенно определенный. И вот именно об этом я и хочу, чтобы вы так следует подумали. Далее вы пишите о том, что, значит, с вашей стороны была такая поведенческая модель, что вы спросили свою маму, значит, что там было. Потому что он, этот барин живет в одном доме с ней. Ну, вот тоже, как-то, знаете, не совсем понятно. Зачем вы спрашивали у мамы вообще что-либо про свою интимную жизнь, если сейчас вы боитесь, значит, того, что она будет что-то говорить? Опять же, непонятно, о чем вы думали, когда спрашивали свою маму, значит, о чем вы рассказали своей маме, да. Значит, вы даже пишите, что этот человек написал мне одну вещь интимного характера, я не понимаю, значит, что-то было, но я люблю парня и стыдно за этот случай с знакомым. И вдруг мама этого парня увидит и скажет, что ты с моей дочкой сделал, а он может ничего мне не сделал. Как быть? Ну, во-первых, вам здесь нужно, если вы не хотите, чтобы ваша мама ничего, если вы хотите, чтобы ваша мама не говорила ничего этому знакомству, то здесь, я полагаю, вам нужно сказать своей маме, что вы вспомнили все и что, в общем-то, ничего не было, вот, то есть, что вы все помните и что ничего не было. Тогда у мамы не будет никакого резона что-то ему говорить этому парню в любом случае, вот, это во-первых. Во-вторых, вы говорите, вам, вы говорите, мне стыдно. Это довольно интересный момент, что вы говорите, что вам стыдно. Вам стыдно за что? Вот за что? По факту вам стыдно. За то, что вы расслабились, за то, что у вас есть потребности какие-то. За что вам стыдно? Вы, единственное, за что вам может быть стыдно, это за то, что вы не отдавали себе отсчета в том, с чего вы хотите. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, вы отдаете отсчета и без них пост. То есть, вы не очень хорошо понимаете, чего вы хотите вообще, вот, для себя. Что вам важно, что у вас ценность, что вам дорого и так далее. А это ведь очень важные аспекты. Вот знаете, что только за это вам может быть и стыдно. А на остальном стыдиться нечего. Кроме того, вы не помните, и я думаю, что если парень поднагонулся с вами, и вы были не одна, то он не стал бы ничего с вами делать просто потому, что вы могли бы вспомнить тогда люди, которые были в тот момент с вами, например, ваших мам, они бы его осуждали, а это ему бы не хотелось. Поэтому, полагаю, что, скорее всего, он ничего не сделал. Вот. А вам впредь нужно быть как-то аккуратнее и не подвергать себя таким вот ситуациям, дабы не испытывать потом переживаний по этому поводу. Вот. Собственно, переживаться уже не асима. Это, понимаете, произойдет слух. Это случилось. И в любом случае уже ничего не изменить. Поэтому теперь просто-напросто старайтесь и влечь опыт, и жить дальше. Но старайтесь жить дальше все-таки несколько более осознанно, отдавая себе отчет то, чего вы хотите, что вам нужно, что вам важно и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.